Свершилось. Как и следовало ожидать, Лукашенко украл голоса у народа Белоруссии. Без лишней скромности Лукашенко приказал себе нарисовать 80,23%. Даже больше, чем у Путина на предыдущем переназначении. Светлане Тихановской с барского плеча пожаловали 9,9%. Что имеем в сухом остатке? Первое. Народ Белоруссии выбрал своим президентом Светлану Тихановскую. На всех участках, по которым удалось получить реальные результаты, она лидирует с большим отрывом. Второе. Лукашенко избрал самую жесткую из всех возможных стратегий, не считаясь фактами объявить сокрушительную победу и защитить ее силой карательных подразделений. Третье. Каратели действовали более жестко, чем когда-либо, применяя спецсредства, в частности, светошумовые гранаты. Несмотря на то, что протестующие вели себя мирно и никакой угрозы для них не представляли. Люди просто вышли на улицы, не захватывали административное здание, не крушили магазины, машины первыми, не нападали на правоохранителей. Четвертое. Люди, протестовавшие на улицах белорусских городов, не испугались жестокости силовиков и намерены выходить еще. Пятое. Вертикаль Лукашенко шатается. В ряде городов милиция была демонстративно лояльно протестующим. Некоторые комиссии отказались фальсифицировать результаты. Шестое. Если в ближайшие дни массовость и активность протеста не пойдет на спад, все будет зависеть от того, хватит ли у Лукашенко карательных подразделений, способных купировать протест на всей территории Беларуси. Готовы ли офицеры и солдаты этих подразделений на преднамеренное убийство сограждан? И как белорусское общество отреагирует на жертвы? Подчиниться на время или наоборот радикализируется? В любом случае мы наблюдаем события такого масштаба, которое повлияет на будущее не только Беларуси, но и России. ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ! Начинает разворачиваться самый плохой сценарий, из вообще возможных, которые только можно было себе вообразить. Оставалась надежда, и даже тогда, когда начались эти просто позорнейшие досрочные выборы, все-таки надежда оставалась. Даже тогда, когда говорили, что больше 50% в отдельных городах проголосовал на досрочных, как допустим в Гомеле, больше 50% от списочного количества избирателей пришли и проголосовали досрочно. Это даже не бред собачий, это вообще хрен знает что. Да, действительно, сегодня в Беларуси основной день голосования, но я напомню, что начиная со вторника, 4 августа, можно было проголосовать досрочно, и этой возможностью, по данным Центра избиркома, воспользовались более 40% избирателей. Это такой бред, в который, в принципе, физически невозможно поверить. Нашлись люди, которые прямо свидетельствуют, что были фальсификации, просто непередаваемых масштабов. 4 числа и сегодня, 8 числа, 8 августа, были мои дежурства. Вот 4 числа. А, в мои обязанности входит, опрашивают всех входящих, какая цель их визита в школу. 4 числа на избирательный участок, по моим подсчетам, прошло 32 человека. В итоговом протоколе за этот день числилось 131 человек. Сегодня, 8 числа, на избирательный участок прошли 57 человек. А по итогу оказалось, что сегодня, якобы, на избирательный участок пришли 252 человека. А вот кадры, на которых происходит силовое задержание. Вы думаете, это задержали каких-то террористов, может быть, каких-то опасных преступников, находящихся в розыске? Или же эти люди готовили какую-то диверсию? Нет, это задерживают журналистов, которые работали без аккредитации. Вот настолько надо винтить журналистов, когда у тебя честные выборы. Можно было еще их поставить в стенки и вообще нахрен расстрелять. Выборы же честные, свободные. Журналисты здесь, можно сказать, желанные гости, да? Ну, а дальше начались сами выборы. И это вообще была жара. Самый примечательный кадр. Из избирательной комиссии люди вылазят через окно по лестнице. Лестницу поддерживает полицейский. Ничего странного не происходит. Все так, как и должно быть. Бросили какую-то сумку сейчас. Какой-то пакет. Что-то непонятное происходит. С каким-то пакетом, в принципе, налезет через окно. Очень интересная картина. Очень интересно. Было понятно, что выбирается вариант силового удержания власти. Однако был шанс, был шанс все это закончить для себя более-менее разумно. Как-то, чтобы это хотя бы выглядело как-то нормально. Ну да, проиграл выборы. Ну, бывает, действительно. Потерял власть. Уйди с достоинством. Не цепляйся ты в эту власть буквально синеющими пальцами. Но нет, о чем это я говорю? Выбор был сделан четко в пользу во что бы то ни стал, чего бы это ни стоило оставаться у власти. И в Беларуси отключили интернет. Во многих местах сбоит сотовая связь. Потому что именно так проходят честные, справедливые, открытые выборы по демократическим принципам. После закрытия избирательных участков, экзит-полы, которые официальные, подконтрольные, аффилированные с властями, показали, что действующий президент выиграл просто с поразительным перевесом, набрав почти 80% голосов. Те же организации, которые проводили экзит-полы, независимо от государства, показали ситуацию строго наоборот. Лукашенко набрал не более 20%. Так оно и бывает с этими экзит-полами. На самом деле нет. Вы просто посмотрите на ситуацию в целом. Ведь именно так и бывает, когда ты побеждаешь с подавляющим преимуществом. Именно так ты не выступаешь с победной речью, не рассказываешь, что ты приложишь все силы, чтобы сделать своего государства еще лучше. Ты вызываешь ОМОН, ты вызываешь какие-то внутренние войска. Начинаешь бросать в протестующих светошумовые гранаты, распылять газ, стрелять резиновыми пулями. Так всегда и поступают люди, которые побеждают с подавляющим перевесом. В стране надо отключить срочный интернет, перекрыть мобильную связь. Это же все так делают, разве нет? Именно так празднует победой лидер, который пользуется практически абсолютной поддержкой населения. С гранатками и водометами. Люди, понимая, что надежды на то, что все это закончится цивилизованно в рамках выборов, ее больше не осталось, вышли на улицу. Естественно, что людей сразу начали теснить, лупить, травить газом, бросать светошумовые гранаты. Пропагандоны сразу взбеленились, что да, конечно, это те самые технологии вот этих самых оранжевых революций. Конечно же, да, конечно же, пропагандоны. Вам во всем это меречится. Но ведь если задуматься еще даже сейчас, не поздно остановиться, не переходить ту самую черту, из-за которой возврата уже не будет. Здесь же всего две вполне очевидные перспективы. Одна из них понять, что твое время не просто закончилось, оно давно закончилось. Уже ты пересидел все, что только можно. И просто уйти, оставив наконец-таки в покое страну и людей, дать стране развиваться. Уже забыть про то, что больше ничего не умеешь делать, кроме того, как управить. Что ж мне делать с утра? Да всем насрать, что ты будешь делать. Просто оставив страну и людей в покое. Не переходи эту черту, из-за которой нет возврата. Уже пострадали люди. А сделаешь еще хуже. И в таком случае, да, твоей политической карьере конец. Но ей в принципе уже конец. Потому что это уже не политическая карьера. Это уже силовое удержание власти. Это вообще из, так сказать, из другой статьи. Не первый год, что называется, замужем или женаты. Я наблюдаю раскачивание ситуации. И мы видим этих людей. И видим их технологии. Мы это все видим и понимаем. Понимаем, что происходит. Неконструктивную позицию заняли представители отдельных средств массовой информации. И причем западных. На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная. А на кону независимость страны. Просто хотят сломать страну. Если я поведу себя демократично. И покажу, что я беленький и пушистенький. У меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова